Лейлуй нишмас Григорий бен Михаэль. Мишне суке перек дарес Мишне Тейс. Опа, вот она. Кен. Нисухамаем шиво. Нисухамаем шиво. То есть мы говорим о празднике Суккот и в Бейт Микдаш лили, возливали воду на Мизбээх. Шиво. Семь дней. Кейцад. Каким образом это происходило? Кейцад. Была такая золотая, золотой сосуд, золотой сосуд, который вмещает три лога. Три лога – это приблизительно полтора литра. Воду наполняли из шилох. Шилох – это источник, поскольку я помню, источник, который снабжал водой Ярушалаем. Гигиу. Гигиу. Лешар-хамаем. Подошли они куаним, которые несли это и сопровождали. К шар-хамаем. К воротам в Ярушалаем. К водяным воротам. Шар-хамаем. Ток-у в гириу в току. То есть протрубили, протрубили, протрубили. Ткия – это ту непрерывный. Или как сказать? Да, ту. Гириу – это прерывистый звук шофара. И еще раз току. То есть ткия. Труа. Ткия. Дальше. Поднялся он по кевеш. Кевеш – это, как сказать, по-русски пандус, не знаю, по которому поднимались на мисбеях. И он повернул налево. Дальше. Шней. Разберем сейчас. Шней. О, здесь вроде получим у нас. Читабельнее. Шней с фолем шель кесе в гаюшам. И там были шней с фолем. Две, скажем, сефель – это буквально чаша. Две чаши серебряные. Вот они, две серебряные чаши. Вот здесь нарисованы две серебряные чаши. Вот на картинке так. Значит, он поднялся по правой стороне кевеш, по вот этому пандусу, повернул налево, то есть на запад, получается, да, на запад. И здесь были две татьи чаши. Вот сразу обратим внимание, в одной чаше вот этот вот некев, некев, дырочка буквально, была уже, а в другом была шире. Это для воды, а это для вина. Ну, очевидно, потому что вино гуще, так, чтобы они одновременно опорожнялись. Окей, сейчас об этом будет сказано тоже. Окей, «Рабиуда оймер шель ситаю». А Рабиуда говорит то, что они были из сит, это из висняк, не из кесев, а не из серебра. «Эла шегою мушхорин». «Пнегем» – «міпнейгаяйн». То есть они были потемневшие из-за вина. Вот 83-ю картинку мы уже смотрели, они были «менуковин», вот так они были «менуковин», буквально продырявлены. То есть отверстие находилось внизу, как «хотам», да, вот как где-то те печатки. То есть буквально вот мы видели картинку приблизительно, это так очевидно было. Окей, «эхат меубе» в «эхат дак». Один был «меубе», то есть пошире, другой был «дак», тонкий. Дальше. «Кидэй шэгою шнэгим колем бывас ахас», чтобы оба они колем, да, опражнялись одновременно. Бывас ахас. «Маарови шэльмайм». «Мизрохи шэльяйн». Тот, который ближе к западу – это вода, тот, который ближе к востоку – это яйн, вино. «Эйра шэльмайм без лысоих шэльяйн, без лысоих шэльмайм йоццо». Если он перепутал и налил воду в чашу, которая предназначена для вина, или вино в чашу, которая предназначена для воды, яца, то есть «бдевет яца едей хойвосой». То есть заповедь читается, выполненная, кэн, бдевет, ну, как бы постфактум, да. Рабиуда оймир. Рабиуда говорит так. «Ба лоига хойо мэнасэх коль шмойно», что он восемь дней возливал, а не семь дней. «Ве ла мэнасэх оймрим лой», тот, который мэнасэх, мэнасэх – это вот несухамаем, да, вот это называется несух возлияние, ну, по-русски как-то вот так. «Лэнасэх», то есть наполнить эти сосуды, эти чаши. «Тот, кто это выполнял, ему говорят так, хакбэха йодэхо, подними свои руки». И что вдруг ему говорят «подними свои руки», потому что не доверяли ему. «Шипам ахас, пам ахас однажды нисых эход альгабэйраглав». Один из них опрокинул, один из них это вылил, вылил себе под ноги. Промахнулся, что ли? Да нет, не промахнулся специально. Поэтому «ургамугу кольгаам бо эсрой гейген». И закидали его этрогами. Да, сейчас мы разберёмся, что это такое было, что это так. Он вылил, и его закидали этрогами. Окей, сейчас, секунду, где у нас «тэйс»? «Тэйс» на предыдущей странице. Так, читаем и здесь посмотрим, вроде бы, попытаемся прочитать. «Бартануры». «Минага шылоях». То есть «воду приносили из шылоях». Ох, теперь мы знаем, что такое шылоях. Это «мааян», это источник воды. «Самуха льрушалаям», который близкий, рядом с Нерушалаем. «Махзекис шлой шелугин». «Зеу похойши бэ несохим рэви сайин лакэвеш». Это меньше, чем ба несохим рэви сайин лакэвес. То есть это меньше, чем тот объем, который требовался при принесении кэвес. Кэвес. Барашка. Окей. «Шар хамайм». Когда они подходили к шар хамайм, что они делали? «Ткия, труа ткия». «Шар хамайм» – «эхат мишарый азоро». «Никрукен». Так называлась одна из входов в Азара. Азара. «Альшем шибо минасхим целухи с шлемаемы Денисо Хехаг». Почему так называлась? Потому что через нее проходила вот эта вот процессия с водой, которую возливали в праздник. «Ток у вагириу». «Мишумши неймар». Потому что сказано «ушавтым майем бэ сосоин». «Чтобы вы вот эту воду приносили с радостью бэ сосоин». «Шавтым майем бэ сосоин». «Ола вакевиш». «Поднялся он ба кевиш». «Секунду». «Поднялся он ба кевиш». «Вот по этому пандусу на жертвенник шагоё бедрой мой». Сейчас мы это посмотрим. Вот это, смотри. Значит так. Вот, скажем, так был построен на мисбэях. Вот, скажем так. Кевиш, вот по которому он поднимался, он был с юга на север. То есть он поднимался с юга на север. А потом поворачивал налево на запад. И вот там как бы он напротив входа в сам храм. Напротив входа в сам храм. Вот это вот, там, где он сейчас вот стоит, он буквально вот напротив входа. Потому что сам храм находится в западной части. В западной части вот Бэтмикдаш. Да, в западной части. Окей. Дальше что написано в Бартануре? Где он? Так, значит, бидрой мишер мисбэях. Да, он, значит, кевиш на южной, как бы с южной стороны мисбэяха. И дальше написано уфонули смойлой. И повернулся он налево. Потому что вот эти возлияния делали на керен. Керен, вот этот вот, вот этот керен. Это вот как угол. Маравис друймис. То есть юго-западная часть жертвенника. Мисбэях. Вот здесь, здесь было вот эти вот сосуды, в которые наливалась вода. Ну, и вино тоже. Да, а когда он поворачивает налево, это, он как бы, это вот первый его вот угол, да, керен. Потому что, потому что общее правило такое, что поднимаются на мисбэях всегда по правой стороне, а спускаются всегда по левой. А здесь, да, это один из трех случаев, когда он делал исключение, и он поднявшись, сразу пошел налево, и чтобы, да, чтобы не обходить весь мисбэях, ну, вдруг там будет слишком много, как сказать, ну, чтобы не испортилась вода и вино. Ну, как бы вот так, насколько я помню. Да, то есть сразу поворачивает налево. То есть не делает обход по жертвеннику, чтобы подойти, подойти вот с другой стороны к этим сфалим. Опа. Шэгаю машхэвин пнэгим. Потому что они потемнели от вина. Вот это раб юда говорит, что они были из сид, из известняка, и они просто потемнели. Окей. И поэтому они похожи на серебро. Потому что серебро черное. Ну да, оно темнеет. Серебро черное. Окей. Кимин шнеи хойтмин адакин. Вот эти отверстия были как два тонких, ну, как хотам, печать буквально. Сейчас посмотрим. Бортонор говорит, хойтм эхад бэсэфель эхад вэнекев эхот бэхотьмо. То есть как бы вот такая вот, ну, как бы печатка, и там была дырочка. Ну, вот как-то вот так. То есть там было не просто, не просто видно дырка в нижней части сосуда, а такая вот печатка, хотам, вот, и в этой печатке дырка. Вот. Вэхакоин, то есть вот когда есть картинка, вот, то есть как бы она как бы схематично изображает это вот, насколько это вот реально было вот так, да, ну, проблема, проблема или что, да, то есть в голове эта картинка остается, остается. И вот оно уже так, когда ты об этом говоришь, вот представляешь вот такие, такие чаши. Ну, от этого никуда не денешься. Вот. Сегодня у нас все уже в картинках. И Мишнаис тоже в картинках. Окей. Так вот. Вэхакоин мэарэ он переливал вот пи, это как бы верхняя часть этих сосудов. Вэхан исохим мэкалхим вэйордим дэрэх хахойтмин аль гага мизбэях. И вот это то, что он переливал, оно через эти печатки, они выливался на гаг хамизбэях, на поверхность мизбэяха жертвенника. Ува мизбэяха я некев. А вот в жертвенке, вот там было отверстие. Шэбо гаю хамай им ёрдин лэ шитин шэль мизбэях шэгэн халулим вэ. А, мукимым и од. И вот они спускались, здесь дальше нету, да? Сейчас. Они спускались вниз в это самое, в вот шитин, где у нас написано? Лэ шитин шэль мизбэях. Туда, значит, куда, как бы канал, по которому уходили, значит, уходили вот то, что туда наливали. Был такой канал. Эхад мэ обэ вэхаддак. То есть один из этих хотам, этих вот, ну пусть будет, печаток, он был пашире, другой был пауже. Эхад мэга не ковим аве. То есть один был из них шире. Вэгу ото шэльяйн. Это то, что для, предназначалось для вина. Вээхаддако іссой шэль маима. Другой для воды. Лама, кэдэй шэй юкалин шнэгэм бывасахас, штоб аня одинаково завканчувать. Шэ амаима, мэ мэ магрэм лацэйс, йойсэр минаяйн, потому что вода быстрее выходит, чем вино. Мэ пнейшэ гаяйн ав, потому что вино, оно плотное. Ав, йойсэр у мэ ахэр лацэйс, потому что он более ав, ав более... Ну, ав это буквально, ну, в данном случае плотное. Да, больше плотный. И он медленнее спускает, проходит, медленнее проходит. Лэфихах, гойо ганэкэв шэльяйна, мэ уве, вэ ганэкэв шэльмаэм, да, кэдэй шэй юкалим бывасахас. Бывасахас адновременно, бывасахас калима, буквально лэ халодзэ закончить, уничтожить. Они заканчивались одновременно практически. Окей. Гохи... Ахаза, гохи карсинан, так надо это учить. Маарави шэльмаэм, мизрахи шэльяйн. Что Маарави, тот кувшин, который был ближе к западу, то есть ближе к храму, он был воды, а тот, который был восточнее, то есть ближе... Вход с востока. Кудыша-кудышим на западе, а тот, который был ближе к... Восточнее, то есть западнее, это кувшин с водой, восточнее, это находился кувшин с вином. Вот здесь он как бы так показывает, что вот тот ближе к западу, а этот ближе к востоку. То есть вот так вот как-то, да? Асфолиум, вот эти вот чаши, кувшины, агаюу не туним эцеля керен асмуха зелазе, то есть они были, находились на этом углу керен, ну керен буквально рок, керен на этом углу жертвенника рядышком. Зе, лифней, зе один перед другим, эхат лицат маарам, выехат лифним мемену, де гайнули мизрах. Один ближе к западу, другой ближе к востоку, ну восточнее. Ахшав Раби Ягуда Оймер. Раби Ягуда говорит так, что он Раби Ягуда сказал, что, где нос Раби Ягуда, Раби Ягуда Оймер, шель сида, аю, они были, они были из сида, элэ шаю мушхорин пнеегем ми пнеега яйн, они были, они были, были, почерневшие от вина. И тут Бартоно добавляет, что бетарты плиги, они, он спорил о двух, в двух, в двух, о двух моментах. Ашлошит лугин, что надо было шлошит лугин, кэн палик, ве, как сказал Танакама, три лога, где-то приблизительно полтора литра, а он требовал, кажется, лог. Ве ата Раби Ягуда лимеймер аф бишмини минасхин, что и в восьмой день тоже минасхин. Это в конце сказал Раби Яуда. Раби Яуда умер, был балок аф гоям и насах, что достаточно, что он лог наливал туда, а не три. И дальше, что восемь дней это делали. Дальше. Хакбэ эт ядэха, то есть и этому, кто выполнял эту работу, ему говорили подними свою руку, китэйше нирэ им титэн маэм ба сэфэ, чтобы мы видели, что ты наливаешь в сэфэль, вот в этот кувшин, в чашу. Лэфи шэцдуким эйн мойдим бэнису хамэм, потому что цдути секта, скажем так, секта. Цдуким они, то есть был случай, что дальше там пишут. Давайте читаем и разберем. Однажды была такая ситуация цдуки цдуки эхат это майем альраглав. Один раз цдуки он вылил воду себе не в чашу, а себе под ноди. То есть нисуха майем это алоха ламойши мисиной. Это алоха ламойши мисиной. Так мы учим от Мошера Бейну есть об этом и намек в Торе, но это считается алоха ламойши мисиной. Ицдуким они это отвергали. То есть нет такого. И поэтому когда один из куаним был сектант и случилась такая ситуация, что он не наполнил эти кувшины чаши с фалим водой, то после этого требовал чтобы он поднимал. И было всем видно, что он наливает так как надо наполняет водой, не сухомаем. Это была у нас Мишны Тейс.